Валдора Каждый игрок выбирает свой цвет. Он получает соответствующую фишку и стартовые карты. Первый игрок получает одну монету, а каждый следующий на одну больше. Четыре книги располагаются в городах игрового поля, а на них четыре отдельные колоды страниц. Затем на каждом месторождении игрового поля необходимо случайным образом разместить по шесть драгоценностей из мешочка, а фишки игроков ставятся в центральную гавань. Карточки мастерских и жетоны бонусов, а также жетоны мастеров и соответствующий диск располагаются рядом с полем, и можно начинать игру. Ход каждого игрока делится на две фазы – движение и действие. В фазу движения игрок может переместить свою фишку на любое количество шагов по дороге, примыкающей к текущему положению фишки, но не дальше следующего города. Однако, если у игрока есть провиант, он может потратить его, чтобы пройти в свой ход даже насквозь через город. Фаза действия зависит от того, где остановилась фишка игрока. Остановившись на любом месторождении, игрок может собрать те драгоценности, которые он может добыть. Первоначально у каждого игрока есть инструмент лишь для добычи золота, но это изменится в будущем. На каждую карту можно положить лишь один драгоценный камень. Встав на деление серебряной шахты, игрок добирает свои запасы серебра до шести монет. В порту можно добыть драгоценности, которые уже ушли в сброс. А вот в городе можно бесплатно получить провизию или приобрести что-нибудь в городской книге. В двух из четырех городов расположены книги контрактов с серебряной лентой, а в двух других книги снаряжения с золотой. При этом игрок не может иметь более трех карт контрактов и более одного снаряжения каждого вида. Если карты, представленные на развороте книги, неинтересны игроку, он может перелистывать страницы. Первое перелистывание бесплатно, а вот за каждое следующее придется отдать по одной монете. Карты контрактов обозначают задачи игрока и позволяют получать победные очки. На таких картах обозначено, что и куда необходимо доставить и сколько за это полагается очков. Как только игрок обладает всем необходимым, он двигается к дому клиента. Оказавшись там, игрок сдает драгоценности в банк и выполняет задание. Карта завершенного контракта кладется под карту игрока, а он вдобавок получает жетон мастера того же цвета. Как только один из игроков набирает количество мастеров, обозначенное на одном из жетонов мастерских, он получает эту мастерскую себе. Теперь каждое следующее выполненное задание того же цвета будет приносить ему 10 дополнительных очков. Игроки при этом не перестают получать жетоны мастеров даже после открытия мастерских. Если жетонов этого мастера больше не осталось, игрок получает жетон следующего по часовой стрелке мастера. А вот как только в игре остаются мастера лишь одного цвета, она подходит к концу. В этот момент игроки складывают свои очки за завершенные контракты, мастерские и бонусы. К ним добавляется по 10 очков за каждый цвет имеющихся у игрока выполненных контрактов и по одному очку за каждую драгоценность. Валдора — это стратегическая настольная игра европейского типа, в которой придется хорошенько распоряжаться ресурсами, чтобы как можно быстрее собрать наиболее выгодную комбинацию снаряжения и выполнить необходимые контракты. Продолжение следует...